Здравствуйте, продолжаем разговор про social media marketing, про эффективный SMM. В предыдущих роликах мы говорили с вами о контент-стратегии, соответственно сейчас я предполагаю, что у вас уже определена целевая аудитория, грамотно оформлен ваш аккаунт, у вас удален весь мусор и у вас есть контент-стратегия, то есть вы понимаете сколько, чего и как нужно постить. И вот вы постите, у вас потихонечку начинает развиваться ваша страница, у вас даже появляются какие-то подписчики, но у вас нет продаж, предположим. Почему? Ну давайте так, если вы совершенно новичок, то для того, чтобы кто-то что-то покупал, должен быть кто-то, кто будет это покупать, то есть должны быть ваши подписчики. Поэтому, конечно, контент-стратегия это очень важно, но без продвижения вашей страницы и без наращивания количества людей, которые будут приходить обновляться, продаж с вашей страницы не будет. Поэтому я начинаю серию роликов про то, как увеличить количество подписчиков на вашей странице. И я при этом предлагаю разделить эту задачу на два компонента. Первый компонент это привлечение внимания ваших подписчиков, то есть сделать так, чтобы они пришли на вашу страницу и подписались. А второй компонент это как их активизировать, то есть как сделать так, чтобы они ставили больше лайков, чтобы они писали больше комментариев и естественно делали больше покупок. Вот сегодня ролик посвящен именно этому аспекту. Прежде чем я дам вам 8 фишек, как можно увеличивать количество людей на вашем аккаунте, я буду рассказывать на примере инстаграма, я хочу сказать очень важную вещь. Смотрите, все вот эти методики, фишки, как угодно это назови, они будут работать только при одном условии, если у вас есть интересный контент. Если у вас нет контента, он не обновляется, вы поздите что-то непонятно что, у вас там какой-то непонятный мусор, сплошные репосты и, извините, шлак, это работать не будет. То есть контент стратегии является первичной, потом мы начинаем наращивать базу подписчиков. Итак, предположим, у вас все готово, что нужно делать? И фишка номер 1, я ее называю условно база. Вот смотрите, наверняка у вас хоть какой-то аккаунт, не знаю, например, в контакте существует. И если вы только недавно сделали аккаунт в инстаграме, то в инстаграме есть такая опция найти друзей через контакт или через фейсбук. Если у вас абсолютно нулевой аккаунт, я рекомендую начать с того, чтобы сформировать базу ваших подписчиков, потому что если это ваши знакомые и ваши друзья, если вы начнете на них подписываться, естественно, соблюдая определенные лимиты, как правило, люди, которые вас знают, они подпишутся на вас в ответ. То есть потому что это ваш как бы лояльный круг. То есть в первую очередь я рекомендую вам максимально полно найти всех своих, потому что это даст некую платформу для дальнейшего раскрутки вашего в инстаграме. Пункт номер два называется follow for follow. Когда вы начинаете подписывать на кого-то, этот человек в ответ подписывается на вас. Что я рекомендую здесь делать? Найдите интересного для вас среднепопулярного персонажа, ну то есть человек, у которого, который попадает под критерий «Моя целевая аудитория». Подпишитесь на него и дальше будет выходить в меню список рекомендованных три человека, рекомендованных людей, которые как бы похожи на него. И подписывайтесь плюс-минус на этих людей. Это называется, некоторые из них, они, естественно, будут смотреть. Кстати, начинать рекомендую подписку не с человека, у которого много подписчиков. Если у вас 100, берите человек, у которого 100-200, 500-1000, потому что больше вероятно, что человек, который ближе к вам, похож на вас, он на вас подпишется в ответ, чем если предположите, человек, у которого 30 подписчиков, он может даже не заметить, что вы на него подписались, это будет как бы безрезультатно. Дальше, что мы начинаем использовать? Технологии называются mass-liking. Когда мы начинаем лайкать интересные нам аккаунты, заходим на страницу к интересному нам человеку и начинаем лайкать какое-то количество фотографий, таким образом привлекая к себе его внимание. Повторюсь, берем не очень популярного персонажа, который чуть-чуть более раскручен, чем мы. При таком подходе вы с большей вероятностью обратите на себя внимание. Технология mass-following, это когда вы начинаете подписываться на большое количество людей, естественно, соблюдая лимиты. Вот эти обе технологии, их иногда рекомендую делать, например, по целевым хэштегам. То есть вы, например, не знаю, занимаетесь ногтями, и вы находите хэштег, связанный там, акриловые ногти или я люблю ногти, и смотрите людей, которые вставляют эти хэштеги, это ваша аудитория, и начинаете подписываться по вот этому хэштегу на этих людей. Вот этот этап я рекомендую автоматизировать. Есть специальные программы, они работают в определенных рамках, они не превышают лимиты, они позволяют это делать за вас. То есть я на начальном этапе использовала такие программы, конечно, в зависимости от разработчика, от подрядчика, зависит качество аудитории. То есть был момент, когда, используя программу, я подписывалась в основном на людей из Востока, не русскоговорящих и даже не английскоговорящих, их были прям толпы. Естественно, это не моя целевая аудитория, они не могли мне никак конвертиться ни во что. Я поменяла хэштеги, я поменяла аккаунты, с которых я, по сути, брала аудиторию, и постепенно нашла свой вариант раскрутки. То есть для меня наиболее эффективным был вариант раскрутки через геотеги. Автоматически, допустим, когда я выбираю конкретные места, где отмечаются люди, и программа автоматически подписывала меня на эти места, лайкала людей, которые ходят в эти места, и часть людей подписывалась на меня обратно, и лайкала меня обратно. Достигая какого-то лимита, программа потом откачивается назад, и вы отписываетесь от всех. У меня в свое время был страх, когда у меня еще было 500 или 1000 человек, когда я начала это использовать, я думала, что вот я сейчас подпишусь на всех, а когда они на меня подписались, у меня выросло количество людей, я отпишусь, и они тоже отпишутся. Вы знаете, парадокс в том, что по моему опыту отписывается процентов 20. Когда вот вы используете вот такой подход, но я повторюсь, это очень сильно, на этот показатель очень сильно влияет качество вашего контента. Если контент интересный, ведь человек заходит, смотрит, и если он видит, что у вас только продающая рекламная страница интернет-магазин, то это, ну, маловероятно. Есть масса интернет-магазинов, у которых своих подписчиков 1000 человек, по 20 лайков на фотки, и они подписаны на 7000. Это не будет слишком эффективно для продающей страницы, там нужна другая тактика. Я сейчас говорю про контент, когда вы развиваете собственный бренд, себя продвигаете в интернете. Методика номер 5. Диалоги. Как я это делаю? Я нахожу персонажа, который подходит под мою целевую аудиторию, и у него не очень много подписчиков, то есть для меня не очень много, а это 5-10. То есть, грубо говоря, на фотографиях у него может быть там 300-500 лайков, и комментариев может быть от 3 до 20. И, естественно, человека, я ищу человека из живого, который делает какие-то интересные посты, которые вызывают какие-то вопросы. И я начинаю вступать под его постами в диалоги. Причем я делаю это не серии круто, красиво, интересно, кайфово, да, такие вот. Да, можно оставить комплименты, это тоже хорошо, но гораздо лучше выразить свое мнение по этому вопросу. Я честно скажу, те люди, которые приходят ко мне на страницу и пишут там какое-то мнение по тому, о чем я пишу, они всегда вызывают у меня интерес. Я обязательно читаю, я обязательно отвечаю. Ну, то есть, если пишут не абсолютную глупость, но, как правило, глупость, пишут тролли, а тролли я просто баню или стебусь над ними, да. Вот, я отвечаю, и я захожу посмотреть, что за человек. И если у него интересный контент, я могу даже подписаться на него. И бывают ситуации, когда я просто открываю себе нового человека, с которым я уже по жизни иду, потому что я на него подписана. И мне действительно, то есть, я таким образом нашла какие-то интересные для себя страницы в разных отраслях. Вот. Поэтому диалоги очень хорошо работают для привлечения внимания целевой аудитории. Но, если вы пойдете на аккаунт, например, к Тимати, у него там тысяча комментариев, и напишите там осмысленный комментарий, скорее всего, его там никто не заметит. Писать аккаунты на… писать… вступать в диалоги на очень раскрученных аккаунтах – это безрезультатно, потому что, как правило, люди пролистывают эту простыню и не замечают этого. Дальше. Методика, финная фишка называется «Фото вместе». Для раскрутки вашего аккаунта я рекомендую вам фотографироваться с другими людьми, отмечать их на фотографии и выкладывать с ними фотографии. То есть, когда вы отмечаете человека, во-первых, вы появляетесь у человека в отмеченных фотографиях. При этом, естественно, нужно стараться выбрать те фотографии, которые могли бы понравиться не только вам, но и ему. А то бывает ситуация, человек выкладывает фотку, и ты видишь, что он кайфовый, а человек с ним, ну, не очень вышел. Такую фотку человек может просто не показывать в своем профиле и эффекта не будет. Кстати, если вы делаете репост в Facebook такой фотографии и отмечаете его в Facebook, то его друзья, которые его читают автоматически, видят эти обновления. То есть, это эффективно еще и для репоста тоже, потому что таким образом вы в некотором смысле захватываете и его аудиторию тоже. Я не знаю, как вы, но когда мне интересен человек, я часто захожу в фотографии, на которых его отмечают, потому что это добавляет штрихов в его лайфстайл и помогает лучше понять, что он из себя представляет. Так вот, фото, и еще один нюанс есть. Есть вероятность, что человек, с которым вы выложили, он может ее репостнуть. И даже если он уберет упоминание у вас в описании, то на фотографии вполне возможно будет указание, что это вы. То есть, его аудитория, по сути, получит ваш месседж, увидит вас, может зайти посмотреть и подписаться на вас. Фишка номер, начну вот с этой. Фишка номер 7, называется геотеги. Отмечайтесь в разных местах, куда вы ходите. Почему? Потому что там отмечаются разные люди. Знаете, пойти в ресторан, выложить тирамису, стейк, спаржу, еще что-то. Мир должен знать, что я ем и так далее. Мы сегментируемся по разным местам, по разным паркам, по разным базам и так далее. И иногда вот я лично, когда я вижу друзей, которые пошли в какое-то место, я иногда нажимаю на геотег место и смотрю, что в принципе там, какой интерьер, какое меню, какие люди, какие там развлечения и так далее. И если я вижу интересные какие-то фотографии других людей, я захожу и опять же иногда подписываюсь. То есть геотеги, они очень круто работают. И они, естественно, вас позиционируют в нужном ракурсе. У меня бывает такое, что я иногда отмечаюсь в тех местах, где я сейчас не нахожусь. То есть в этой ситуации я могу даже физически не находиться в том месте, которое я отмечаю в геотеге. То есть я выкладываю фотографию через две недели назад, а была в ресторане две недели назад. Ну это не важно, потому что я попадаю там в ленту и, естественно, меня кто-то может там увидеть. И восьмая фишка, о которой я хочу сегодня сказать, это коллаборации. Я пиарю тебя, ты пиаришь меня. То есть некая крос-прома. Это можно делать по конкретным взаимным договоренностям. Находите человека, который приблизительно такой же, как вы, в плане раскрутки, но не конкурент вам. И договаривайтесь, я делаю пост про тебя, ты делаешь пост про меня. В принципе, если вы не конкуренты, повторюсь, то вот этот вот кросс аудитории может быть очень эффективен. Вообще, в принципе, различные коллаборации с другими людьми, это очень эффективно, потому что это, во-первых, вы даете своей аудитории полезный контент, то есть вы знакомите с каким-то интересным человеком, они видят какие-то новости, они узнают что-то новое благодаря вам. Я лично стараюсь всегда делиться различными мероприятиями, людьми, какими-то книгами, то есть даю какую-то полезность. Во-вторых, опять же, человек пиарит вас на свою аудиторию, и при условии, что у вас, опять же, хороший контент, с которого мы начинали, аудитория заходит к вам, видит и, вполне возможно, подписывается. Вот вам 8 фишек для старта новичков в Инстаграме, которые позволят вам начать наращивать вашу аудиторию. В следующем ролике мы поговорим о том, как сделать так, чтобы аудитория была более активна, чтобы они больше писали, больше комментировали и больше покупали. И даже в следующем, опять же, будет отдельный ролик, который будет посвящен тому, как заработать на своем Инстаграм-аккаунте, потому что в этой области тоже есть различные фишки и направления, про которые я бы могла вам рассказать. Но, кстати, очень важный момент. Я хочу сказать две вещи, которые не работают на раскрутке аккаунта, но которые почему-то используют. Первое – это хэштеги. Некоторые люди ставят полотно хэштегов, думая, что по хэштегам их кто-то найдет. Давайте по-честному. Когда вы набираете хэштег «Москва» или «Ленинград» или «Возможность» и видите там миллион фотографий, вы что, реально ищете по этим хэштегам единомышленников? Вы ищете? Я – нет. Хэштеги для привлечения внимания новой аудитории, как правило, не работают. Как круто использовать хэштеги? Используйте их как навигацию по вашему аккаунту. Делайте навигационные хэштеги. Конкретными хэштегами обозначайте разные рубрики на вашем аккаунте. Например, рубрика «Озаренок знакомства». У меня такой рубрики нет, но я говорю, например, если бы я каждую неделю бы приглашала свой аккаунт или на свой YouTube какого-нибудь интересного человека, то такой хэштег следовало бы завести. Кстати, может мне следует завести такую рубрику? Окей. Возможно, вы скоро увидите такую рубрику. В общем, с хэштегами понятно. Много не используем, используем как навигацию. И второе – это спам. Неужели вы думаете, что от того, что вы будете спамить под аккаунтами какими-то там супервозможность, подпишись ко мне, набираю команду, бизнес для домохозяек или подобная какая-то лабуда, люди к вам реально подпишутся. Ничего кроме раздражения и бана спам не вызывает. Пожалуйста, не будьте спамерами. Будьте осознанными пользователями интернета. Продвигайте свой бренд через осознанную контент-стратегию и грамотно привлекайте внимание вашей целевой аудитории. Ну а я вам в этом помогу своими советами и рекомендациями. На сведе! Грамотка Грамотка Грамотка